17 ноября, туманная, пасмурная, хмурая Одесса. Сейчас 10 градусов тепла, с утра было, говорят, 6. С утра была воздушная тревога, был прилет в районе заставы, о пострадавших не сообщается. Но Одессу беспокоят даже не эти прилеты. Одессу беспокоит то, что со вчерашнего дня у многих одесситов нет света. Кто-то считал, что сидит без света уже более суток в районе 30 часов. У кого-то свет выключают, то включают. У нас дома света тоже не было всю ночь. Включили на полчаса, потом опять выключили. Кому-то вообще включили на 15 минут, кому-то среди ночи на час включали. А у кого-то свет так и не выключали. Нету никаких графиков. У кого-то есть света, у кого-то нет. Никто не может ничего планировать. У народа поразряжались гаджеты. Интернет работает со сбоями, потому что тоже как бы нагрузка большая на сами базовые станции. И я так понимаю, базовые станции тоже работают от электричества, которое не всегда есть. Кстати, вот этот светофор на Инглезе, он имеет автономные источники питания или бесперебойники, что-то такое. То есть он будет работать достаточно долго. Вот как раз этот вот момент и вызывает бурю негативных комментов в разных соцсетях, пабликах и тому подобное. Народ не понимает, почему одних выключают, а вторых не включают вообще. То есть как бы веер какой-то очень перекошенный. Да, все прекрасно понимают, что всем тяжело. Энергосистема находится в очень критическом состоянии, но как-то вот если есть немножко света, может быть ее все-таки делить на всех, а не как получается. И я думаю, что техническая возможность для этого есть. Сначала как бы не было никаких официальных причин, разъяснений. Вот в обед где-то появилось уведомление, что отключают, вернее не отключают те дома, рядом с которыми есть какие-то критически важные инфраструктурные объекты. То есть их не отключают вообще. Что делать остальным, непонятно. У кого-то там, не знаю, даже нечем приготовить еду, потому что электроплиты. Вот, но вот ситуация такая, то есть рядышком свет есть, а кто-то не может приготовить еду, зарядить гаджеты и все такое. Вот поэтому непонятно как и что, мне кажется, что это не совсем правильно. Чуть позже директор наших энергосетей одесских рассказал, что такая ситуация может продлиться долго, то есть где-то в районе недели. Причина в том, что произошло аварийное отключение, автоматическое отключение от нестровских энергосетей. И пока одесские энергосети не стабилизируют ситуацию, отключения аварийные будут продолжаться. Понятно, что причина всего этого это страна-агрессор Россия, но они все равно не добились того, что хотели. То есть Украина на коленях не проползет, а наоборот сопротивление будет еще более ожесточенным. Хоть без света, но без вас, без России, потому что что такое Россия, мы уже прекрасно понимаем. Это страна, которая прямо сейчас радуется тому, что в Украине проблемы с электричеством. Проблемы, которые сделали сами россияне. На некоторых заправках наблюдается небольшой ажиотаж за топливом. Народ хочет заправиться про запас, и вроде когда была воздушная тревога, заправки нормально не работали. В общем, как бы на всякий случай одесситы хотят заправиться. Возможно, там еще стоят в очереди за бензином те, кто скупили все бензиновые генераторы в округе. Не знаю, насколько выгоден сейчас бензиновый генератор. Возможно, в частном доме, наверное, да. Но все-таки получается как минимум 50, сколько там, 7, 51, 52 гривны в час. Немало, небюджетно. Но, наверное, для каких-то совсем экстренных случаев, как будто, как типа смонтировать и выложить видос, наверное, это да, это нужно, полезно, необходимо. Кроме всего прочего, в Одессе пошел ливень. Такой вот хороший осенний ливень. Продолжаем следить за новостями. Канал можно поддержать по ссылкам в описании. Это сейчас важно как никогда. Одесса – это Украина. Была, есть и будет.